и снова здравствуйте все снова необычные да необычные очень смотрите что я нашел у данного флакона точнее у данной этикетки данная этикетка наклеена еще на одну этикетку можете видеть на просвет видно слово дубаи вторное находится на первой этикетке это этикетка уже вторая заметил уже вот день назад вот эту склейку вот эту вот склейку для что есть 2 а потом уже посмотрел на просвет в общем так ребят как бы понимаю сюда все негодование все недоумение того чего вообще не должно было быть бренд похоже очень такое специфичный и ему видать пофигу на все это можете видеть что на первой этикетке вот есть следы вот отсюда идут они отсюда и отсюда закрыта и там нет этого слова qr 28 там есть только слова возле возможно что-то пролилось то и вот подтек вот от того внутреннего видите первой этикетке она подтекшие слова что-то не дописаны эти еще какие-то буквы стерты похоже препарат только написал ну вы сами знаете что бренд лаба себя пропагандирует что он как бы такой у нас не заурядный бренд и они делают такую оптичную так называемую тару вот можете видеть я сниму видео обязательно сделаю покажу что под этой этикеткой ну точнее оторвать ее не смогут так как я когда начал ее отклеивать да она вместе с мясом так называемым первой этикетки стала отклеивать потому что поэтому показать ничего не смогу там явным вот на второй этикетке вот на этой внешне написанных и нью-йорк и нью-йорк нью-йорк индекс что находится под этикеткой ну попробуем сейчас внизу и что сделать я думаю что вряд ли специфичный ушочек не сможем сделать наверное нормально точнее вам показать не вы видите да вы какие-то потеки тут есть да вот и здесь вот темнее здесь светлее этикетка в общем на первую этикетку похоже что-то пролили или она была к чему-то прислонена что дало по данному флакону и дали ты по данному за флакону заключение что нужно сделать новую как вы можете подумать соответствует ли аромат тому или нет заявленному в общем я у своих знакомых они через неделю уезжает во францию и я попросил чтобы они мне привезли от ливант или сами затестили то есть аромат эта женщина уже знает ну как бы я нанес на руку да она уже пробировала запомнила ладно запомнила запомнила ну тут не сложно кожа 28 и там они уже возьмут пробник купят мне привезут я уже если смогу сделаю обзор если они сами его не выкачу то есть она не обещала что она может его привезти вот но сказала что обязательно проверю соответствует ли аромат тому вот вот и говорится о том что вот приобретая парфюмерию в интернет в магазинах будьте осторожны и аккуратны то есть вам нужно чтобы вам кто-то доказал что она действительно именно такая больше никак а сетевые магазины ну про сетевые магазины я не говорю что все там плохо там все замечательно так смотрите индекс на так наверно так вот тут вот вот здесь 75 006 дальше идет париж бурбон для шарон или шарон бурбон вот здесь бурбон написан слов как бы вам так хорошо показать чтобы это было без особенностей видно видно да ну кто прочитает тот прочитает вот здесь бурбон для шарон под этой этикеткой париж для лаба париж может поближе еще сделать вот поэтому а есть возможность где затестить тестите но безусловно покупка в интернет магазине она влечет за собой какую-то определенную ответственность да то есть не поняли не знаете вслепую взяли все это ваше уже дело но когда приобретаете лучше конечно уже с кем-нибудь консультироваться или же все-таки искать в интернете и смотреть на фрагрантики как он именно по аромат меня устраивает вполне если он на блотере у меня держался просто двое суток на коже я его еще не тестим двое суток держится еще там что-то слышно в дальнейшем поэтому смотрите все что пропечатывается под этой этикеткой да не буду больше пальцев это свечи вот что будем делать дальше вот она приедет через две недели наверное да ну наверное к тому времени когда я его уже пробирую на коже нанесу и сделаю уже обзор на этот аромат не знаю будет ли пробник у меня с французского Le Labo Le Charon de Bourbon или Le Charon Bourbon в общем посмотрю сделаю видео с картами Google найду покажу и все там будет ясно ну по моему бутик там так и находится если я не ошибаюсь так что вот смотрите так что вот наклеили у меня такое впечатление складывается что они просто реально взяли вот все что у них попалось бросили в эту в корзинку картонную и привезли что есть да вот так вот работают у нас какие-либо другие интернет магазины возможно говорю что для России не предназначена эта вещь да то есть это может быть кто-то покупал для себя для личного пользования и привез вот таким образом и кто-то перекупил да на ebay еще полное похоже так что все ждите новостей просил а Продолжение следует...